Одним из самых значительных изменений нового сезона стало изменение баланса оружия. Многие типы вооружения получили значительные переработки перков, множителей урона, рам, и поэтому стражам пришлось расстаться с несколькими любимыми пушками, с теми, без которых уже сложно представить поход на рейд или в сумрачный налет. Самой большой потерей стала, конечно же, анархия и её нерв. У неё уменьшили боезапас, а также снизили урон по боссам на 30%. Да, я совру, если скажу, что теперь она совсем никуда не годится, но всё же той результативности, которую она приносила на этапах с боссами раньше, уже не добиться. Так что нам нужна замена, альтернатива, и кажется, она нашлась. Давайте знакомиться с новыми лидерами по урону в этом долгом сезоне. Плазменные винтовки и линейно-плазменные винтовки. Да, весь тип этого оружия переработали, бафнули в ПВЕ. Но, что важнее, в сезонном артефакте появился мод «Деконструкция частиц», который на вроде мода прошлого сезона на увеличенный урон от гранатомётов усиливает эффективность плазменных винтовок и их урон по цели. Давайте разберёмся, как он работает. Урон, нанесённый врагу с плазменной или линейно-плазменной винтовки, на короткое время увеличивает урон по этому врагу из данных видов оружия. Эффект ослабления суммируется до пяти раз. Вот примерные цифры по бонусу к урону в зависимости от каждого стака, который начисляется за одно попадание по цели. Как видите, в среднем за каждую единицу множитель увеличивается чуть более чем на 7%. И максимально на пяти стаках вы увеличите урон по цели с плазменной винтовки более чем на 40%. Теперь самое интересное. Как насчитывается этот баф? За каждый выстрел? Ну, не совсем. Есть свои тонкости. Ведь один залп из плазменной винтовки обычно выплёвывает сразу несколько зарядов. Так вот каждый из этих зарядов накидывает дебаф независимо от остальных. А значит, если вы одним выстрелом, состоящим из пяти зарядов плазменной винтовки, попали по боссу, то вы сразу вешаете на него дебаф в 5 раз. Максимальный, на 40%. Теперь давайте отдельно несколько типов и пушек разберём, и то, как они активируют дебаф. Большинство легендарных плазменок, стандартных так сказать, за каждый заряд выстреля. Мифоборец вексов даёт по одному стаку дебафа за каждый выстрел, как в обычном, так и в линейном режиме. Телеста по одному стаку за каждый заряд выстрела и каждый взрыв. Тысяча голосов и выстрел и взрыв, каждый считается отдельно. Усыпляющий симулянт, прямое попадание или рикошет вешает по одному стаку. Однако, в случае с телеста или тысячей голосов, всё работает не так стабильно, так сказать. Вероятнее всего тут сказывается или чистота кадров игры, или иные внешние силы. Но иногда это оружие накидывает дебаф на врага не за каждый тик урона. Поэтому рекомендуется использовать обычную плазменную винтовку, например на скорострельной раме, вроде декартовых координат или хладнокровия пустоты. И да, ваши напарники, даже если у них нет мода деконструкция частиц, также будут получать бонус к урону при использовании плазменных винтовок. Но разумеется копить множитель они не смогут, он будет зависеть только от попаданий игрока с модом. А теперь ещё одна супер важная деталь. Если вы сначала активируете дебаф от мода, а затем примените другой дебаф, скажем стрелу ночного охотника, или эффект от экзота буксировочная пушка, их эффект суммируется, что просто безумные цифры позволяет получить. Правда вот с экзотом божественность так не работает. Так что тут сложно сказать, заложенная это особенность или какой-то баг. С божественностью дебаф максимум составит 46%. Мифоборец вексов тоже максимум не сможет выжать, там 68%. Что конечно хорошо, но зачем брать его в расчёт, если есть варианты лучше. Скажем деконструкция частиц плюс стрела охотника. Даст эффект такая комбинация 82% и 0,3 дебафа. Наибольший бонус к урону в игре. И не забывайте, что к ним можно добавить баф на ваше оружие. Например от зарядов света или кладезя варлока. В итоге, в этом сезоне, для того, чтобы нанести оптимальное количество урона по боссам, вам необходим мод деконструкция частиц и, ну, две плазменные винтовки по-хорошему. Одной вы накидываете дебаф на противника, а второй вносите урон. Чем лучше наносить урон? В лидерах будет одно из самых любимых оружий в сообществе. Тысяча голосов. Экзот, который может выпасть в рейде последнее желание случайным образом, падает редко. Да, его урон за один выстрел с дебафом составит 136 тысяч единиц. У усыпляющего симулянта цифры будут ниже, но все еще впечатляющими. При пяти стаках дебафа он нанесет 88 с лишним тысяч урона не за выстрел, а за один магазин, который рассчитан на три выстрела. Если же экзоты не ваш вариант, не пренебрегайте легендарными линейными винтовками. Они тоже могут похвастаться хорошим уроном в этом сезоне. Но помните, что в их случае итоговые цифры будут зависеть от перков конкретно на вашей винтовке. Идеально будет найти линейку с перками обоймы сюрприз и стрижающее оружие, но также могут пригодиться усиленные резервы или линия огня. Что до экзотов во второй слот, винтовки безжалостные и телеста, то вот их цифры урона за один магазин. Не сказать, что впечатляет, но если они у вас есть, а тысяча голосов или симулянт не имеется, то очевидно это будет вашим выбором. Также не забывайте, что цифры еще можно улучшить при сборке билда с модами Высокоэнергетическая стрельба, который требует заряда света. Их вы можете получать, например, за подбор сфер силы при установленном моде Подзарядка. Добавьте к ним мод Заряд заряда, благодаря которому один заряд света будет считаться за два, и в путь. Также можно рассмотреть мод на колодце, источник мощи, который дополнительно увеличит урон от оружия на 10 секунд после подбора совпадающего по стихии колодца. Подробнее про моды на колодце и про моды на заряды светом я уже рассказывал на канале в отдельных роликах, но скоро мы вернемся к этой теме, чтобы учесть все свежие изменения в них. Что ж, надеюсь это короткое видео было вам полезно. Я бы считал его одним из самых нужных в начале сезона, все же большинство игроков сейчас элементарно в растерянности и не знает как наносить урон по боссам. Так что я был рад пролить на это свет. Однако должен заметить, что прошла лишь первая неделя сезона, и вполне вероятно, что позднее сообщество найдет еще более оптимальный способ нанесения урона. И если это произойдет и инфа в этом ролике перестанет быть актуальной, я запишу новое видео. Чтобы не пропустить новые ролики, не забудь подписаться на канал, спасибо, что досмотрел до конца. А вот этим ребятам отдельное спасибо за оформление спонсорской подписки. Ваша поддержка крайне важна. Подробности в описании видео. До связи.